И здравствуйте, мои дорогие и юные любители спорта! Сегодня я поделюсь с вами секретами такого замечательного вида спорта, как скачки на лошадях. А поможет мне в этом мой сынулька, моя надежда, моя гордость. Мой радикулит, и грыжа моя одновременно, и боль во всех членах. Вот он, кто мой сынулька. Стоит, ковыряет. Будущий, между прочим, олимпийский чемпион по конному троеборью. Если папа его, конечно, не укокошит когда-нибудь от злости. Если его лошадь хотя бы одна не испугается и согласится покатать на себе этого живодера. По пять тысяч. По пять тысяч. Посадили его в зоопарке на поне на лошадочку. Маленькую, такую лохматенькую. Как же он заорал! Господи сви... Ты почему заорал? Ну, все лошадьи орут. Что, как ковбой еще скажи, да? Да, как ковбой. Вот именно, ковбой. Корова-мальчик. Бегемота-мальчик. Свина-мальчик. И все такое прочее. Очень точное слово подобрали американские друзья. Спасибо. Настоящий просто. Гада-мальчик. Лошадка. Лошадка эта маленькая поле пони испугалась, как драпанула. И такую кучу наделала. Боже мой. Папу заставил милиционер подметать эту кучу, которую вы с лошадью оставили. Все детки, как детки, мирно сидят на лошадках, катаются по кругу. А этот без лошади скачет рядом с ним быстрее всех. Орет всех, пугает. Главное. Главное. Главное в конном спорте, это ведь найти общий язык с лошадкой. Чтобы эта лошадка тебя узнавала, ласкалась к тебе и не кусала вот так вот, например. Для этого надо поить ее и кормить из своих рук. Вот так. Куда ты лезешь? Уже лезет. Там нет ничего, он лезет уже жрать опять. У всех лошадей нашел комбикорм вот в этом, в зоопарке, и сожрал его весь. Ну, думаю, вот тут. И не поить своим инвайтом ядовитым. Пол поголовья уничтожил пони в зоопарке. И тогда лошадки потянутся к тебе. Что ты, конечно. И укусят тебя так вот, укусят. Укусят. Шутит папка сейчас, шутит. Ну что ты мой, жеребчик годовалый ты мой, красавчик. Когда ты контакт с лошадкой установишь, берешь ее так, за недоуздок так вот берешь, и вставляешь ногу в стремя. Вставь в стремя, папе. Вот. Вставай. Вот, господи, пал подо мной мой конь вороной. Вставай, сынка. Вставай. Лошадки, видишь, на четырех ногах и то спотыкаются. Видишь? А вам, мои маленькие наездники, я желаю... Что такое, копыта сломал себе? Или что ты себе... Или ты подкову потерял со своих свиноподобных ног? Мениск. Я желаю вам успехов и много очков в конкуре, выездке и стиплячезе. До свидания. Здравствуйте, мои маленькие физкультурники. Сегодня я расскажу вам о таких непопулярных, казалось бы, спортах, как метание молотов и толкание серпов. Ой, извините, ядров. А поможет мне в этом мой сыночка. Вот стоит. Статуя свободы. Уже... Ты уже растолстел, как адвокат Макаров. Три раза умноженный в кубе. Вот ты такой же сейчас стал. Уже ты ни в одну уже форму хоккейную не пролезаешь своими бицепсами ягодичными. Честное слово. Хорошо, что отзяла его, Маргарита Федоровна, в толчковую секцию. Что ты смеешься? Ничего нет смешного в слове толчковая. Стань, как статуя, опять назад. Так вот, для того, чтобы толкать ядра, мои маленькие любители спорта, как раз нужны такие вот тоже дискобалы и растолбани. Так вот, не бегать, не прыгать мой сыночка не умеет. Отмечай шарахается, как, вот, я не знаю, гимназистка от Юкерса. Честное слово. Папа был маленьким, гимназистки были такие же, как ты. Шарахались все. Раскормила мама бугая коровообразного. Честно. Не смотрели бы уже мои усталые глаза на это животное непонятной природы. Так вот, мои маленькие мальчишки, главное в этом дискобольстве не нужно никакого таланта особенного. Просто нужны выдающиеся данные. Как вот пузо выдается у моего сына, бегемота подобного. Слона похожего уже. Честное слово уже нету просто. Ну ладно, покажи, покажи, чему научился детям. Как ядро толкать, покажи, чему научи. Ой, мамочка родная. Он издевается сейчас над папой. Гусь пластилиновый. Не ошибся. Это, это что, ты, это ты так, может, папе еще машину будешь толкать, когда мы починим ее, да? Так будешь толкать? Папа под затыльник тогда даст сразу же. Это, ну покажи хоть как молоток тебя научили метать хоть детям. Дети, посмотрите. Ой, с балкона полетел очень далеко, прям в палисадник. Что-то с бабушкой нашей стало там. Нормально все. Слава богу, хоть повезло. Старухи на старости лет. Внук не убил молотком. Спасибо. Честное слово. Это кто сейчас? Это ты молот металл или это пискарь сейчас тут нам головастиков металл? Ошибся. Ошибся. Да такие ошибки в тюрьму сойдут уже. Здоровых дураков таких. Так что тренируйтесь, мои маленькие любители спорта. Тренируйтесь толкать ядры. Не берите пример с этого. Уже нету уже слов в русском языке. Уже в пору мне французский словарь открыть. С этого мизерабля. Не берите пример. Уже слов не могу подобрать. Осталось только полено подобрать и врезать. Между глаз. Тренируйтесь. Тренируйтесь. И засвистят российские ядры и молотки над стадионами всех континентов. Что, сынок? Кто ударил? Кого? Кому отомстить папа должен? Засвистят молотки и ядры, принося медали в копилку молодой, нарождающейся российской демократией. Ну, гимн не будем сегодня петь. Уже нас в суд вызывают за издевательство. Уже из совета министров звонили папы твоему. Ты вывел в прошлый раз, как собака на луну. И папу теперь вызывают к Торпищеву. До свидания, мои маленькие любители спорта. Здравствуйте, мои маленькие любители спорта. Сегодня я хочу поделиться с вами синкретами синхронного га-га-плавания. А поможет мне в этом мой сынушка. Что там у нас интересного? Там лягушка прыгает у нас? Или мы кузнечика собрались скушать уже? Мамка не кормит, папка не кормит. Собирает всякие корки по земле. Да что это? С боксом у нас с ним не получилось. Ему дали в нос бутон. Он так заревел, как девчонка. И я решил отдать его синхронное плавание. Если он, конечно, не утонет сразу же, как пенопласт на кусок. Потому что ведь синхронное плавание – это ведь тоже олимпийский спорт. Что главное в синхронном плавании? Главное – это внимание. Нет, вы гляньте, я ему говорю «внимание!» А этот козлопул стоит самолет и считает с вертолетами пополам. Ты сейчас полетишь за этими самолетами с ускорением. Сели Попкинова под затылли к равным по закону Ньютона-Переньютона. Тай, тай, тай ровно! Во-вторых, главное в этом самом синхронном плавании – это грация. Повтори за папой. Вот она, вот она. Фонтан дружбы народов на ВДНХ. Узбечку изображает, стоит. Как домчат. Тяни носок! Так показывал. Тяни носок! Издевается над папой. Что ты мне свой носок нестиранный суешь? Стань ровно! Так вот. Сейчас затренирую тебя вообще в доску. Просто затренирую. Главное. Главное самое вот в этом синхронном плавании оказалось – это прищепки. Чтобы вода в нос не попадала. И чтобы ты, свинообразный ребенок, в носу не ковырялся. Подставляй. Носопырочку. Вот. Красавец. Стоит полезный ископаемый, добывает от... со скважин. Ну, ничего нет. И две на ухи. И две на ухи. И две на ротик. Оп. И вот так. Пацаны увидят. Еще одна запасная у меня будет в штанах лежать. Куда надо? Суду. Мольно уж, мольно. Встань, Рома. О, красавчик. Олимпийский чемпион, честное слово. Мои маленькие любители спорта. Запасайтесь прищепками. Тренируйте грацию, и будет у России еще одна золотая олимпийская медаль. Бой, Гимн, я послушаю, как ты с прищепками. Мои маленькие любители спорта. Сегодня я поделюсь с вами секретами парасчутного спорта. Самое главное, дети, в парасчутном спорте, это чтобы парасчут раскрылся. Это же понятно любому ежу. Только одному зверю это непонятно. Потому что этот зверь, он, в общем-то, не еж. Он помесь хомяка, бегемота и дикобраза пустоголового. Позвольте представить его вам. Это мой... Синулька. Ни один самолет с ним не смог взлететь в воздух. Представляете, папа напряг своих знакомых, незнакомых. Вышел на КБ Туполева, убедил инженеров, чтобы сделали специальный бомбовоз с широкими дверями, как в конюшне, как в слоновнике для него специально. Какие же все-таки у нас гениальные инженеры. Парасчут специальный для него сделали, огромный, как для танка с хоботом. Полетел, полетел мой сынулька. Дверь открыли, чтобы он прыгал уже быстрее, чтобы... Все. Как же он заорал. Покажи, как ты орал. Плакал. Нет, как орал. Плакал ты потом. Как ты орал, покажи. А, да. Только раз в пятьсот громче. И он уцепился за дядю Петю, инструктора. И вместе с дядей Петей выпали. Оба и летят, орут. Еще в тысячу раз громче. Свиньи в космосе были. Сериал. Особенно мой. Хряк. Капитан Хряк. Дядя Петя. Три тысячи прыжков с парашютом сделал. Первый раз в такую ситуацию попал. Чуть не пропал. Из-за этой вот маленькой свинорилой случайности. И теперь празднуют два дня рождения подряд. Хорошо папа прыгнул вслед. Как буйвол. Как летучий галант. Подлетел. Тернул за кольцо обоим. Одному, правда, залходернул еще. Как ты укладывал парашют на земле. Расскажи детям. Как расскажи парашют укладывал. Да, как свой носовой платок. Который уже согнуть нельзя. Только молотком можно так. Раз, 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 раз. Вот так же он укладывал. Что ты в рюкзак засунул вместо парашюта. Расскажи. Папа, когда дернул за кольцо оттуда конфеты. Шоколадки его. Инвайт его этот отвратительный. Посыпался все. А, укладыши, зука, шмука. Ужас, ужас. Где был парашют? Где ты делал парашют? На земле осталось тяжелым. Ты легкий зато очень. Вот, одуванчик, толстые щечки. Легкий. Очень легкий. Килограмм 250. О чем ты думал, летающая крепость? Ничего не думал. Думал, папа спасет сразу. Конечно, папа спасет. Папа спас. Схватил его в охапку. И на одном папином парашюте приземлились. Папа подвиг делал. Этот блудный сын в последний момент ноги поджал. Так и приземлились 350 килограммов на дни папины ноги. Бедные. Мы видим, что умные. Умные. Умные по горшкам дежурные. Дети, занимайтесь парашютным спортом. Это очень романтический и красивый вид спорта. И не бойтесь, ничего с вами не случится. Потому что это и летающие обезьяне. Маршал авиации запретил подходить к самолетам больше, чем на 3 километра. И если он подойдет, сказал часовым, из всех орудий по нему прямой ноготкой. Дэм, 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 пулями и снарядами и всем, что попадется под руку. Так что успехов вам, мои маленькие любители неба. Первым делом, первым делом, самолеты. Ну, а девушки? А девушки испугаются до заикания, когда увидят вот этого летчика, да? И здравствуйте, мои маленькие любители спорта. Хочу поделиться с вами сегодня крохотными хитростями большого спорта. Сегодня я на примере своего сынульки. Вот этого куска топленого сала, в котором порося жарится уже два часа. Расскажу вам, куда надо деваться спортсмену, если у него не заладилась спортивная карьера. Вот как, например, у этого мешка. Вот этого с манкой, с манной кашей размазанного. По подоконнику уронил кто-то. Больно же мало. Вот. Со всех секций уже повыгоняли его. За природную глупость и раздолбайство врожденное его. Вот так вот. Не знайка на луне. Леший под дубом лежит. Ленивый у меня уже как буртук с кефиром. С дыркой только в правом боку. Папа, что? Мама, просто тебе. Меня, посмотри на попку на своего. Папалек, тростиночка стоит под сравнению с тобой. Бык-производитель. Прости, господи, бабушка-заступница. Папа горбатится на телевидении, чтобы ты секций прогуливал в Макдональдсе, да? Ты посмотри на себя, ты уже сам как тройной чизбургерсон. Уже только вот повидлой намажь и ешь тебя. Стоишь. Стоит. Итак, мои маленькие любители спорта. В случае завершения карьеры или, не дай бог, трамвы. Знаешь, что такое? Трамва. Так она делается. Показываю. Вот, это трамва так делается. В нормальном футболе, чтоб ты знал. Как вот сейчас у сына моего было растяжение ноги. Обычно у него растяжение носа бывает. Он там ковыряет, как бульдозер. Только скальные породы там не взрывает в носу. А так все делает уже. Уже там вот на километр вырвал уже траншею. Так вот. После завершения карьеры вам прямая дорога всем спортсменам в каскадеры на Мосфиль. За один прыжок с крыши на Аскваль. Не надо вот так сопеть страшно. Я вам узнавал, за один прыжок один миллион рублей даю. Где ты еще такие деньги заработаешь, а? А? Гражданин, не умей-ка. Бутылки! Бутылки! Ты уже папку опозорил кошками, которых ты на живодерню таскал. По пять штук за хвост таскал. Теперь еще бутылками опозорить папу перед всем ореховым микрорайоном. Будешь прыгать с крышей. Зарабатывать деньги для семьи. Покажи, как будешь прыгать. Только далеко не улетай. Папа не найдет потом куски. Вот он, вот он. Что такое мой? Карлсон мой без мотора. Где? Где болит вала? Давай, папа подует. Прошло? Вот так вот. Сломал ногу. А как ты с крыши будешь прыгать? С парашютом. С парашютом. С парашютом. Не раскроется парашют, твой папа будет рядышком стоять. Вот уже бабушка обрадуется тогда. Уже никто не будет парики ей сжечь. Прямо на голове. Так что, маленькие мои зрители, не бойтесь заниматься любимым видом спорта. Если получите трамбу, вот такую примерно, то будет у вас всегда кусок хлеба в Москвильме. А еще раз тебя я увижу на Макдональдсе. Заведу, знаешь куда? На университет имени Ленина Ломоносова. Будешь прыгать оттуда, как летучий Бэтман. Ваш Бэтман на жвачках. До свидания, мои маленькие любители спорта. Успеха вам. Пошли Гербалаев жрать. Да и здравствуйте, мои маленькие любители спорта. Сегодня мои советы для тех, кто, как и мой Синюля, не приспособлен вообще к никакому виду спорта. По причине безмерного распирания буза. И дисциплины мозга, отсутствие полного в обоих полушариях. Познакомьтесь. Три толстяка в одном флаконе. Еще эффективнее больше в два раза. Обзываться. Обзываться. Так вот, для таких живых природных аномалий есть только один вид спорта. А? А? Ролики купить. Ролики. Анаболики. Шахматы дети. Но с другими детьми ему тоже нельзя играть в шахматы. Потому что все дети в ужасе разбегаются. Когда он сопеть начинает. Ну-ка, засопи. Чтобы папа не выглядел сейчас здесь тут голословным. Ну-ка. Змей Горыныч. Змей Горыныч. Змей Горыныч. Персонаж сказки. Пришлось купить ему компьютер шахматы. Чтобы он маленьких детей до инфаркта не доводил. Сел этот Гамприндашвили тихонько в комнатке. Кисель. Что ты? Обзываться. Это я тебя славлю тут. Гамприндашвили. Все ребята будут. Будут. И правильно будут. Так вот. Сидит он час тихонько. Два, три. У папы уже сердце разрываться начинает. От радости, что он дебюты изучает. А они там вдвоем. С этим компьютером. В тетрис на деньги играют. Сидят. Ксеникс. Ксеникс. Шминикс. Уже и компьютера научил своим замашкам. Дурацким. Скоро он у тебя, этот компьютер, уже начнет курить. И мелочи у мальчиков маленьких отбирать. Бросил. Бросил. Какая-нибудь умная машина свяжется с таким балбесом. И до детской комнаты милиции уже два шага. Папа не будет больше тебя выручать. Вытаскивать из-за решетки. Ужас какой-то. Но была, была в этом эксперименте одна. Не бойся, уже не будет папа больше наказывать. Только еще разок. Для профилактики. Да ладно, положительная сторона. Мы с моим сыном. Вот с этим вот мамонтенком Димой. Выяснили, что никогда, дети, компьютер не сможет победить человека. Нет у него фантазии, как у человека. И если ей предложить пойти и прыгнуть с крыши, то эта дурная железяка пойдет и разобьется. Особенно сынка, если мой подтолкнет ее. Да, папа ползарплаты истратил. Он потащил его на крышу кидать. Смотреть проводки, как его цвет у него внутри. Так вот. Не буду больше, стой смирно. Так вот. Можно посоветовать Гарри Кимовичу Каспарову. Гарри Кимович, ты знаешь его. У нас дача рядом с ним. Летом потоптал у него всю кнопнигу. Кнопнигу Викторию. Кнопнигу Викторию всю потоптал, пожрал зеленую. Как гусеница караер. Так вот. Гарри Кимович, если вы поедете снова сражаться с компьютером деблю, возьмите с собой тренером моего сынульку. Бесплатно. Отработаешь за купнигу. Для Виктория. Изодранную всю. А он этому деблю, вот это вот, свинопас этот, такую жизнь устроит вся Америка, на ушах будет стоять. Все Макдональдсы сравняют с землей. Да? Скажи. Так вот. Ни до каких шахмат не будет уже этому деблю дело никогда. И Гарри Кимович может смело забирать весь призовой фонд и построить на эти деньги. Например. Что? Солдат. Каких солдат? Что? Что строит? Что строит? Завод жевачечный опять? Чтобы ты все бабки уже брюки уже измазал. Жвачка еще. Дядя Костя Боровому подложил. Дядя Костя встал, у него вот такое пятно. А он завтра с травой будет управлять. Так вот, мои маленькие любители спорта, не играйте вы с этими дурацкими желесяками в шахматы. Играйте с живыми детьми. До свидания. Всего вам доброго. Он бы взял бы ухо и оторвал бы, и сожрал бы, как пельмень. Здравствуйте, мои маленькие любители спорта. Сегодня я расскажу вам о маленьких секретах гольфа. Повернись. Повернись. Посмотри, ребята пришли. Пришли ребята, смотрят на тебя. А ты стоишь, как сопля из носа выскочила и лежит на асфальте. Никто не поднимает ее. Это я имею в виду вид спорта. А не носки твои дарявые гольфы, которые по месяцу ты не стираешь, стоят под кроватью. Уже все мухи умерли в доме. Собака в лес убежала. Мама с ватой в носу ходит целыми днями. Не стираю. Не стираю. Гольф, мои маленькие любители спорта. Это спорт для богатых. А ты всю свою копилку на жвачку уже истратил. А, сам не даешь. Да, папка купит тебе белые ботинки. Ага. В терзачах будешь бегать по полю. Вот. Трудный ребенок. Так вот, мои маленькие любители спорта. Гольф. В чем суть этого самого гольфа? А? Квашня закислая. Гольф. Стоит ушами мошит, как заяц в цирке, понимаешь. Ластами своими сучит, как котик морской. Пасухи ластами. Мы посмеемся. Пасучи, пасучи. Ох. А котик, он как палбик. Такой смешной у меня. Так вот. Что же такое гольф? Это что-то такое среднее между хоккеем и баскетболом. Надо мячик клюшкой в лунку загнать. Берешь клюшку, сынка, смотри. Берешь клюшку, копаешь себе лунку поширше. И как, знаешь, так вот, как звезданыл, так. Вот. По ключице буржую твоему сопернику недорезанному. А что так хрустнуло, сына, у тебя? Ничего, завтра на рентген сходим. Сын, что ты загрустил? Давай пощекать у тебя. Вот. Вот и развеселился. Так вот, пока ваш соперник очухивается, садитесь на бульдозер. Закапывайте все его лунки. Заравнял, разгромнял. Пусть он ищет их до темноты. А можешь и его вместе с лунками закопать. Ну, в другой раз, сынка, мы это сделаем. Их буржуев не жалко нам. Вот такая вот, мои маленькие любители спорта, простая в гольфе тактика. Тактика, сынка, выжженной земли. Да, индючок мой? Стоит, жует свою жувачку, турбу-шмурбу. И вот, если вы, мальчишки, будете придерживаться вот этой вот тактики, то будет гольф российским видом спорта. И будет в казну еще много призовых миллиардонов долларов. Успехов вам, мои маленькие любители спорта. Гим. Собака сдохла у нас, да, дома? Здравствуйте, мои маленькие любители футбола. Сегодня мой рассказ для тех, кто, как мой сынулька, моя надежда, тряпка и слюнтяй, страстно любят футбол, но не умеют в него играть и никогда не научатся по причине полного отсутствия таланта. И вот этого вот слюнтяйского слюноплюкства. Прямо не хватает слов иногда в русском языке синонимов. Мои маленькие любители спорта, сына мой любимый, ты и такие, как ты, бездарности, это фундамент нашего футбола. Огромный, залитый цементом, как у нас на даче, фундамент, из которого торчат ржавые прутья арматуры. Один из таких прутьев... Изображай пруть, изображай! Изображай пруть! Один из таких прутьев... Это корова стоит с рогами вместо прутьев. Один из таких прутьев, ты, на эти безымянные прутья напорится не одна звезда зарубежного футбола. Твои друзья, сынка, это лужи и кочки. Твои враги, сына, это журналисты. И как это ни парадоксально, мяч! Огромная работоспособность, безадресные навесы, удары в аут, затяжка времени, апеллирование к трибунам. Покажи, как будешь апеллировать! Анчон! Ах, молодчинка, сынка! И постоянно нацеленность на провокации соперника! Вот так провокации делают! Вот так делают провокации! Играть, сына, тебе придется до 36 лет! Потому что ты больше другого ничего не умеешь, сына! И никогда не научи и не надо тебе! Я горжусь тобой, сынка! Неожиданно! Выпрями спину, сына! Я гордюсь тобой! Сейчас папа будет плакать! Готовься! Это страшно! Как-то раз Витя Горелов, нападающий команды «Индустрия» из Сборовска, вторая лига, центральная зона, дядя Витя, ты знаешь, Горелов, на одной ноге ходит! Сказал мне, стоя по колено в лу... ездит на такой качалке! Сказал мне, поддерживая порванные трусы, утирая кровь с разбитой головы по пояс в этой грязи лужной! Сказал мне, мне сказал папе твоему, Михалыч, если бы не было футбола, то его стоило бы придумать! Такой же, как ты был мешок со травями! Успехов вам, мои маленькие любители, этой большой великой игры! И будет Россия чемпионом мира, если ты не попадешь к ней ближе, чем на километров сто пятьдесят девять! Успехов вам, сынки! Это римно мы поем футбольный! Это римно мы поем футбольный!